Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Константинович Боровой. Здравствуйте, Константинович. Здравствуйте, Михаил. Ну что ж, Константинович, давайте с вами обсудим актуальные темы. Начнем, конечно же, с ситуации, которая сложилась в отношениях между генералом Залуженным и президентом Зеленским. Теперь уже нельзя назвать планы президента уволить генерала Залуженным российским ОПСО, потому что президент об этом сам заявил в интервью с зарубежным изданием. Пока эта отставка не состоялась, но, судя по всему, она состоится. Почему, на ваш взгляд, столько переживаний в обществе по поводу возможной отставки Залуженного? Ведь, как сказал президент, его помощники – это всего лишь менеджер. Ну, фактически в Украине начался электоральный процесс. Хочет этого Зеленский или нет, но общество готово к выборам. Его не устраивает нынешнее положение вещей. Рейтинг Зеленского, к сожалению, очень сильно падает. Поддержка власти. Власть совершает много ошибок. И любой человек, который оппонирует сегодня президенту, который становится кандидатом, потенциальным кандидатом на роль президента следующего, но он интересен обществу. Поэтому это противостояние между Зеленским и, в общем, развитием Украины, изменением ситуации в Украине. Все очень опасно, а Зеленский, его штаб, его команда продолжают совершать непоправимые ошибки. Вот, и любой новое лицо, новый кандидат интересен обществу. Дмитрий Данович, мы хорошо с вами помним, как в свое время Алексея Аристоевича пользовался популярностью в украинском обществе, причем у него реально были высокие рейтинги. Но сейчас, если мы посмотрим, он, в принципе, даже не индексируется социологами. Ведь, знаете, популярность, она приходящая. Если у тебя, собственно, нет должности, которые тебя капитализируют как политика, а тебя быстро забывают, уверены ли вы, что генерал Залужным, если он все-таки уйдет с занимаемой должности по указу президента, удастся сохранить свой политический капитал до выборов, которые неизвестно когда состоятся? Ну, это зависит от самого Залужного, насколько активно он включится в политический процесс. Вы абсолютно правы, о нем могут очень быстро забыть. Вот, но у меня такое ощущение, что он будет основным критиком Зеленского, если Зеленский решит вопрос об отставке. Вот, и это значит, что появляется оппонент власти, экспортированный, сильный, и дальше уже все будет зависеть от самого Залужного. Его рейтинг может начать расти экспоненциально, а может, как у Аристоевича, превращаться в ничто. Мне вспоминается Светлана Срокина, которая рассказывала, когда она зашла к Николаю Карловичу Сванидзе в кабинет, и, будучи популярной звездой Второго канала, и, значит, выразила протест против ее увольнения со второй кнопки, он ей сказал, что «ты пойми, сегодня в курилках будут говорить о твоем увольнении, завтра редко кто будет вспоминать об этом, а послезавтра о тебе, в принципе, забудут». Как должен себя вести сейчас генерал Залужный, чтобы о нем не забыли? Я не уверен, что это хороший кандидат в президент, это силовик. По примеру России мы знаем, что приход силовиков к власти – это возвращение вот в ту советскую авторитарную модель. Само по себе это опасно. Тем более, что мы ничего не знаем о политических пристрастиях Залужного, о его команде, если она есть, или о той команде, которую он создаст. Я бы не давал советы Залужному, потому что это точно не мой кандидат в президента Украины. Сегодня в первом чтении был принят законопроект о мобилизации, который, в частности, предполагает и создание кабинета призывника и электронного, и переосвидетельствование всех, кто частично годен к службе армии, то есть был признан непригодным к службе армии, временно непригодным, они заново передают переаттестацию. Предполагается возможность блокировки счетов, водительских прав, возможность осуществлять некоторые операции с недвижимостью, опять же, для, скажем, тех граждан, которые будут уклоняться от явки по повестке в военкоматы. Как вы оцениваете вот эти нормы, насколько эти нормы будут эффективными, и насколько они решают самую главную проблему, именно задачу победы Украины над российскими оккупантами? Они не решают задачу победы над российскими оккупантами, потому что победа над российскими оккупантами в сегодняшних условиях, к сожалению, невозможна. Это очень непопулярное решение, и это продолжение концепции Зеленского и его команды, концепции борьбы до последнего украинца, последнего деда в последней деревне. Это ошибка. И ошибка двойная, во-первых, по содержанию, по идее, по концепции. Во-вторых, ну, это очень непопулярное решение. И общество уже обсуждает этот вопрос. Многие выступают впротив в социальных сетях. Сегодня в Украине нет свободной прессы. Понимаете? Поэтому многое из того, что общество обсуждает, происходит на уровне социальных сетей. Общество это не поддерживает. И это ошибка. Вот, и понимаете, как Зеленский получился таким упертым очень политиком, президентом. Ну, упираться хорошо, когда нужна концентрация, нужна сосредоточение, но упираться, когда тебе самому уже ясно, что ты что-то не так делаешь, ну, это неправильно. Смотрите, Константинович, вот есть одна история, которая меня смущает, я вам честно скажу. Вот мотивировка, с которой в публичную плоскость выливается информация об, возможно, отставке генерала Залужного в начале отсветников офиса президента, а теперь, ну, как бы озвучивает сам президент. В чем суть? Значит, есть некие, скажем, политические задачи, которые не выполнены, и более того, скажем, команда президента не совсем понимает, зачем необходимо генералу Залужному призывать дополнительно полмиллиона человек, о которых говорит генерал Залужный очень часто в своих выступлениях. И тут у меня внутри возникает некая когнитивная диссонация. Вот от чего он происходит. Ведь генерал Залужный, говоря о необходимости условной какой-то конкретной цифры дополнительно мобилизованных, он наверняка пытается решить некую политическую задачу, которую перед ним ставит офис президента. Он же не просто так хочет призвать людей, потому что хочет призвать людей. Значит, и у него есть некая задача военная, которая подчинена политической задаче, а политическую задачу ставит же президент. То есть не совсем понятно. То есть что хотят от генерала Залужного? Да, выполнение политических задач, тогда почему не удовлетворяют его просьбу по призыву? Если нет, то почему не меняют политические задачи? Вы не видите в этом противоречий? Странности определенной. Офис президента ставит нереализуемую задачу, невыполнимую. Это понимает Залужный. И офис президента – это же политическая игра. Хочет перенести вину на Залужного за нерешаемые вопросы, за нереализуемую концепцию, вот ту самую нерешаемую. Политическую, вы имеете в виду? Политическую. Политическую, военную, да. И это противоречие не в идеях, концепциях. Это противоречие, скорее, начавшейся политической борьбы. Кто будет нести ответственность за объявление о мобилизации? Президент? Рада? Залужный? Понимаете? Ну вот это уже политическая борьба в большей степени, чем некоторая содержательная дискуссия. Константинович, мы медленно перебрасываем мостика к Такеру Карлсону, который посетил Москву, взял интервью Владимира Путина, теперь уже об этом известно. Он консервативный журналист, работающий на консервативную аудиторию Соединенных Штатов Америки. Почему все вообще так возмутились, в принципе, тому факту, что Карлсон взял у Путина интервью? Ну как к Путину не относись? Диктатор, палач, кровопийца, неважно, но он, в принципе, может брать интервью, кого он считает нужным. А из того, что я вижу, скажем так, в социальных сетях, чуть ли Карлсона уже не обвиняют в российских преступлениях. Но честно, это похоже на маразм какой-то. Вам так не кажется? Ну да, Карлсона уже обвиняют в том, что он расист, женоненавистник, трампист. Ну много таких глупых, смешных обвинений. Такер Карлсон – журналист. Сильный, популярный журналист. Он думает о рейтинге своем. Он берет интервью в первую очередь для того, чтобы быть интересным зрителем, повысить свой рейтинг. И в объяснении, которое он дал по поводу того, что он взял это интервью, он даже использовал такую метафору. Знаете, он сказал, что даже если бы я брал интервью у Гитлера, то это все равно я делал бы для своей аудитории, которая хочет знать позицию того или иного действующего политика. Возмущение связано с тем, что в украинских СМИ, что это рассматривается как антиукраинское действие. Это не так. Но в условиях, когда средства массовой информации в Украине контролируемые, подчинены, это как если бы какое-то средство массовой информации украинское взяло бы интервью у Путина. Это просто превратилось бы в уголовное преступление. И тут еще одна есть сторона. Карлсон ведь предложил дать интервью и Владимиру Зеленскому. Офис Зеленского сейчас в разумиях. Давать ли интервью? Если давать, то как? Если говорить с Карлсоном, то о чем? Ну, в общем, Зеленскому я не позавидовал бы. Сложная ситуация. Не давать интервью – это ошибка. Давать интервью, понимаете, Карлсон обратил внимание, ну вот в этом обращении, на то, что Зеленский не очень искренен. Был, когда он был в Соединенных Штатах, выступал, ну уже как бы до интервью, критика Зеленского, понимаете. Вот. У Зеленского нет достаточного политического опыта, чтобы противостоять Карлсону, чтобы… Ну и нет желания на самом деле, потому что главная проблема Украины сегодня, которую Зеленский обязан был бы обсуждать – это отсутствие помощи от Соединенных Штатов от Байдена, от демократической администрации. Но он обсуждать этого не хочет, боится, стесняется. Вот, понимаете. А если бы я был президентом Украины, безусловно, дал бы интервью Такеру Карлсону и выкатил бы ему претензии, что вы нас обманули. Вы сейчас там рассуждаете там о коррупции, о деньгах налогоплательщиков. Мы защищаем вас своими жизнями. Весь Запад. Вот, а вы тут едете к этому уроду Путину, с ним делаете интервью. Ну, то есть я бы нашел, как прижать к ногтю этого Карлсона и правильно выстроить интервью. Зеленский этого сделать не может. Он продолжает ориентироваться на демократическую администрацию. Ну, и самое главное, у него яиц нету, понимаете. Он предпочитает не сражаться. Ну, Константин Танчев, ради объективности, президент Зеленский остался в стране, когда началась российская агрессия. Он заявил, что необходимо Украине ему лично оружие, а не такси. И он показал себя очень мужественным человеком. И я вам хочу сказать, что я не знаю, как поступил бы Порошенко, и мы знаем, как поступил Янукович. Янукович просто удрал из Украины на этом все. А президент Зеленский, он остался в стране, возглавил сопротивление. То есть здесь как раз вот что-что, мужество и сила воли. У президента Зеленского он точно есть. Это разные вещи, Михаил. Одно дело, когда в тебя стреляют, и надо защищаться. И совершенно другое дело, когда надо признавать свои ошибки, изменять политику, отказываться от части команды, которая тебя завела в тупик. Это более сложное действие, я имел в виду именно это. Зеленский, безусловно, мужественный человек, когда у него в руках автомат, но когда ему надо принимать решения сложные и работать головой или автоматом, здесь есть некоторые проблемы. Константин Танч, Виталий Эдуардович Портников, которого вы очень хорошо знаете, он давал интервью недавно, и он сделал заявление, которое лично меня повергло в легкий шок. Он заявил примерно следующее, что обращаясь к украинскому обществу, вы должны привыкнуть к тому, что, цитирую, «Украина будет оставаться долгие годы полигоном борьбы демократии и диктатур». Ну, то, что меня чуть удручило самоупрощение ситуации со стороны Виталия Эдуардовича, но это ладно. Меня, знаете, что удручает? Что нам советуют привыкнуть с тем, что мы будем полигоном борьбы каких-то демократий и каких-то диктатур. Мне казалось, что задача Украины выиграть войну с российскими оккупантами и, в принципе, больше никогда не становиться полигоном для каких-либо военных действий. Не кажется ли вам, что этот посыл, когда, ну, как бы, тут есть некая даже гордость, что вот мы же полигон, вот он неправильный, потому что этот посыл, он стоит совершенно конкретных жизней людей, судеб. И не стоит так разбрасываться такими словами, как полигон, борьба и так далее, потому что обычно те, кто так говорят, они подразумевают, скажем так, ну, скажем, в общем людей, да, но не отдельно конкретных, которые их окружают. Вот вы понимаете, о чём я говорю. Ну, вот смотрите, Виталий эксперт, аналитик, он говорит, что жизнь складывается так, что Украина находится на перекрёстке разных интересов, ну, интересов диктатур и демократий, вот, и это данность. Это не его желание поставить Украину в эту ситуацию, это данность. И он об этом говорит. И вы, как такой журналист с советским опытом, говорите, ну, как же так, какое он имеет право... Я 88-го года рождения, какой у меня советский опыт? Мне три года было, когда... Вы 88-го года рождения, но тем не менее, вы откуда-то там достали этот советский опыт и обвиняете в журналистов в том, что он говорит правду, в том, что он говорит... Да это было в советские времена там нормальным, там, какой имеет право он говорить там... Тогда это ещё, знаете, в советские времена называлось объективизм, как недостаток журналистики, слишком объективная подача позиции, мнений. Это реальность, данность, к сожалению. И единственное, я бы не согласился. С Виталием существует несколько сценариев, когда Украина перестаёт быть этим перекрёстком, а становится частью авторитарной диктатуры Путина. О чём я предупреждаю, продолжаю предупреждать. Эта опасность всегда остаётся. Константин Антонович, да, спасибо, что вы предупреждаете. Вы об этом действительно говорите, стали говорить ещё до того, как это стала мейнстримовая позиция, это правда. Но, опять же, возвращаясь к тому, что сказал Портников, понимаете, я больше всего удивился. Нет, Виталий Эдуардович имеет право сказать ту точку зрения, которую он считает нужным. Я к нему с глубоким уважением отношусь. Просто меня, вот знаете, как бы испугало, что мы как бы готовы принять тот факт, что мы являемся, по словам Виталия Эдуардовича, неким полигоном борьбы демократии и диктатур, и даже не думаем о том, как соскочить с этого. Но представьте, вот у вас есть дом, например, вот у вас большой, красивый дом, мирный, там где бы сад красивый, вишнёвый и так далее. И вот на территории вашего дома идёт противостояние. С одной стороны, безумный сосед с топором, с другой стороны, какие-то такие слабые как бы соседи ваши, с другой стороны, которые пытаются вас защитить, вам помочь. И вот это происходит всё на территории вашего дома. Но неужели вы просто не постарались бы прекратить эту всю вакханалию, поскольку это ваш дом, обнести себя забором? Всю эту вакханалию можно остановить, выбрав позицию авторитарного общества, Путина. Смириться, сдаться, вот, и тогда всё прекратится. Но тогда... Побеждать, побеждать Путина, побеждать российских оккупантов и закрывать вот эту страницу в истории Украины, больше никогда не становиться полигоном чьей-либо борьбы. Об этом говорю. То есть, победив, перевернув страницу. Михаил, я уже не первый раз от вас слышу, что Украина побеждает или может победить, или планирует победить в этом противостоянии с Путиным. Это невозможно, к сожалению. И благие пожелания тут совершенно не годятся. Вы обвиняете или сомневаетесь в позиции Виталия Портникова. Он говорит правду. Он говорит о реальности, которая существует. Она нам не нравится. Мы не хотим, чтобы в Украине была война. Мы хотим, чтобы Украина строила мирное, демократическое, свободное общество. Но это не устраивает Путина. И это, между прочим, не устраивает и демократическую администрацию США. Потому что фактор Украины это слишком сильное раздражение для Путина и фактор нестабильности в Европе. Поэтому полигон такая реальность. Костин Итанч, и в завершении один вопрос к поводу Бориса Борисовича Надежды нам, с которым все-таки думаю запишем в ближайшую неделю интервью. Так вот, Борис Борисович Надеждин судя по всему вылетает из этой выборной гонки. Нашли 15% бракованных подписей, тут уже все ясно. Получается, что все-таки стратегия Марка Фегина, о которой мы говорили в прошлый раз, это единственная стратегия, которая сейчас возможна, потому что все остальное это просто тупик, ничего не работает. Российская власть закуклилась, она даже таких лояльных, как Надежды, не подпускает бюллети. Ну, во-первых, это просто рекомендация комиссии Центра Сбиркома, не допускать Надежды, решения Центра Сбиркома еще нет. Ну, будет. Обнаружила 15,3% подписей, и это значит, что решение может быть любым. В Кремле идет противостояние, борьба, политическая борьба разных группировок. Есть Сергей Кириенко, который продвигает эту идею с Надеждином. Есть силовики, так же, как в Украине, кстати говоря. Есть силовики, которые против того, чтобы спецслужбы, против того, чтобы играть в эти игры с обществом. Зачем? Зачем нужна в условиях пропаганды, которая поддерживает войну, допускать какого-то Надеждина, который расстраивает российских граждан, давая им ложную информацию, антироссийскую, русофобскую информацию о том, что эту войну надо заканчивать. Вот. Это, понимаете, не вопрос содержательный. Это вопрос выбора тактики. Сейчас, насколько я понимаю, в Кремле идёт обсуждение этого вопроса, поддержать идею вот этого, традиционную очень идею этого кандидата от либеральной оппозиции, чтобы создать ощущение выборов. Ну вот у меня даже один знакомый журналист берёт интервью Надеждина, говорит про Такера Карлсона, что нельзя брать интервью кремлёвских этих сидельцев, а сам берёт интервью Надеждина и точно понимает, что участвует в пропагандистской кампании, понимаете? Поэтому это вопрос тактический, и ничего принципиального там нету в этом вопросе, и это никак не связано с подписями. Можно признать, Центр Сберком может признать 99% подписей фальшивыми, а может признать, как у Путина бывает, или у Единой России, там одна сотая процента подписей забракованных. Так что это не стратегический вопрос. Ну, Константин, чего меня тогда вынудили задать вам финальный вопрос? Вот вы говорите о том, кидая булыжник в мой огород по поводу моего интервью с Надеждином, которое хотел бы записать, и говоря о том, что интервью с Надеждином это есть часть пропаганды. Вот я вам тогда парирую. А как вы считаете, кто больше выступает за прекращение российской агрессии, и чье слово, скажем, против российской агрессии важнее? Тех россиян, которые живут в Вильнюсе, живут в Риге, живут в Таллине, и выступают с антивоенной позицией, либо тех россиян, которые, живя в России, сознательно выходят подписываться за Надеждином, в снег, в мороз, ставят подписи, свои имена, фамилии, понимая, что они будут на карандаше как неблагонадёжный, нелояльный элемент. И неужели эти люди, выступающие открыто против российской интервенции, агрессии против Украины, не заслуживают уважения, заслуживают его меньше, чем эмигранты, сидящие в европейских столицах? Михаил, в России сегодня выступать против войны в Украине, и это статья Уголовного кодекса, дискредитация российской армии. Ни один из тех людей, которые пришли сдавать подписи за Надеждина, ни один не пришёл туда в качестве борца с российской агрессией. Понимаете? Это элемент пропагандистской кампании, вот эти очереди подписей за Надеждину. Люди боятся. Понимаете? Вы правы, они боятся оказаться на карандаше, они боятся репрессий. И не хотят принимать в этом участие. Есть маленькая группа людей, фанатиков, которые остались в России, которые готовы бороться, но их ничтожное количество, конечно, это не десятки даже тысяч. Во время Валерия Ильинична предлагала выходить на улицу и сражаться с чекистами, ей удалось собрать вокруг себя трёх-четырёх человек, понимаете, таких же, как она. И один из четырёх был, кстати говоря, представитель того же КГБ, наблюдатель. Вот, так что, Михаил, не преувеличивайте, пожалуйста, значение Надеждина в политическом процессе. Надеждина купили за небольшие деньги, могут продать. Там Кириенко не боец, он человек компромисса, понимаете, в противостоянии с спецслужбами, с пропагандистами российскими. Он отстаивать свою точку зрения не будет, я это точно знаю. как только он почувствует жареное, он скажет, что ну, не хотите, не надо, и отдает надежды. Константинович, я понимаю, о чём вы говорите, и, может быть, действительно, вот кого-то даже во время избирательной кампании это и купили. Вопрос в том, что обычные люди, которые стояли в очереди, им-то точно деньги не раздавали, да, либо там американское печенье. То есть, это люди, которые сознательно пошли, понимая, что это единственное, что они могут сделать в нынешней диктаторской России, потому что всё остальное... Вы это точно знаете или вы предполагаете? Понимаете, вы разговариваете с председателем двух политических партий, у которого огромная, ну, можно сказать, агентурная сеть в России. Значит, мы наблюдаем этот процесс, весь этот сбор подписей, это фикция, пропагандистская фикция. И люди не настоящие, это ряженые сестру. Почему не настоящие? Настоящие люди, вот, но получившие разрешение на это. То есть, все люди получили разрешение. мотивированные разными способами. Ну, поймите, для того, чтобы собрать подписи, нужно их собрать не меньше ста тысяч. Причем, из каждого региона не больше двух с половиной тысяч. То есть, две с половиной тысячи из девяносто регионов, ну, я округляю, естественно, это сто восемьдесят двести двести пятьдесят тысяч. Значит, от ста до двухсот пятидесяти. И в регионах. Губернаторы получают задание собирать подписи, они помогают. А если они не получают такого задания, то выходят люди в шлемах и в дубинках и разгоняют этих всех энтузиастов, константант, спасибо вам большое за это интервью. Как всегда, было очень интересно. Константант Боровой, известный общественный деятель, полегий-приприниматель, был сегодня с нами на YouTube-канале Daily European Line. Подписывайтесь на канал Константант, на мой скромный канал. До новых встреч. До новых встреч.